Продолжение следует... Человек, с которым есть о чем поговорить, есть что послушать в его исполнении, есть что посмотреть из его творческой жизни. Но перед тем, как мы с ним встретимся и начнем нашу беседу, маленький сюжет о нем. Евгений Латышев. Бельский известный певец, исполнивший песню «Мы любим бельцы». Петь начал еще с детства, и Евгений один из тех немногих бельских исполнителей, кто помимо корпоративных выступлений занимается и своим творчеством. И сегодня у меня в гостях, как вы уже поняли, Женя Латышев, Евгений Латышев. То есть, ну, я даже могу еще много-много прекрасных эпитетов сказать. Женя, здравствуй. Здравствуй. Очень рад, что наконец-то уже после долгих-долгих идей, замыслов тебя пригласить в передачу, наконец-то ты у нас появился. Ну и не будем отходить от традиций, я это говорю практически в каждой передаче. С чего все начиналось? С чего начинался твой творческий путь? С чего такой мужественный мужчина решил мужественно петь? Во-первых, спасибо большое за приглашение, мне очень приятно пообщаться с тобой, очень приятно пообщаться со зрителями. Вообще, с чего все начиналось? Наверное, будет банально, но начиналось все как с детского сада. То есть, оттуда сада? Да, да, да. Смутно помню, вот, воспитательница играет нотки, я за ней повторяю. Вот так в детском саде, как всегда, уроки. Самодеятельность, да, да, да. Уроки музыки, там, вот это вот все. Да, да, да. Потом постепенно, вот, как очень любил музыку, слушал постоянно. Магнитофон мой на секунду не выключался, всегда был во внимании. Ну, в отличие от многих, вот, допустим, даже в отличие от меня, когда я начинал петь, все-таки это у меня было где-то там, мне с уроков музыки выгоняли, чтобы я другим не мешал. А потом просто без учителей, что-то так оно пошло, пошло, поехало. Но, насколько я знаю, ты конкретно занимался с педагогами. Ну, да, было дело. Ну, не с вокалом, получается, занимался, занимался на аккордеоне. Ага. У меня пять лет музыкальной школы, да. На аккордеоне. Прекрасная преподавательница, да, Валентина Ивановна. Царствие небесное, к сожалению, уже было. И как началось все с того, я пришел в музыкальную школу, то есть родители меня отправили. Они видели некий потенциал. Так как у меня аккордеон дома был, я что-то наигрывал. И, в общем, пришел я к ней на первое занятие. Она говорит, Женя, давай что-то симпровизируй. Я пытался что-то симпровизировать. Вроде ту мелодию, которая на тот момент казалась мне знакомой, хорошей. Она ее, конечно, не знала, не поняла. Может, в силу таких обстоятельств твоих либо личных. И вот как-то начали заниматься. Пять лет я отучился, так, в оркестр. Играл партию аккордов. Во втором, в третьем году уже, как раз, там. Да. Ну, а запел когда-то? Запел, получается, с садика. С детского сада запел. Ну, в основном в Бельцах, как получилось. То есть в родном селе своем Добруже. Я пел на концертах, внутренних, посвященных разным событиям. Да, да, да. И все началось с того, что здесь в школе выступил. Спустя, когда в восьмом классе перебрался в лицей Пушкина. В очень прекрасную школу. Это такая школа с историей. Школа с историей, да. Так получилось, на одном вечере я спел песню. И человек, который там работал, Николай, он тебе тоже знаком, Николай Владимирович, он его, как бы, зацепило, понравилось то, что я вспомнил. И он предложил мне, Женя, давай попробуем на банкетах поработаем. Я подумал, это будет интересно, попробуем. И так, и так поехали. Да, так оно вот. Ну, знаешь, что самое интересное, что касается тебя, вот, меня всегда это удивляло, когда все-таки творчество, это такое, наверное, такое занятие, которое не приносит ни доходов. Это чаще всего ты делаешь для души. И когда человек вначале вот идет на выступать, там, на банкетах, на свадьбах, все-таки у нас в Молдове это не то, что развит, это вот все практически там будут. Но когда человек идет туда, он понимает вкус денег, он понимает уже, это уже другая среда, это уже, знаешь, как немножко параллельный мир творчеству. И редко человек, когда вот попадает в эту стрельбу, может быть, некрасиво звучит, но я знаю, что в 90-е, в 80-е, 60-е, 30-е кабачная среда. То есть это свой мир отдельный, со своим каким-то шансон, шансонье, вот эти вот все. Он редко выбирается на эстрадное творчество. У тебя же есть клипы, у тебя же есть выступления, причем не только на свадьбах и на больших сценах. Как все-таки пришла идея? Я думаю, что тяжело, наверное, было переступить. Разве и не было? На счет канители, ты абсолютно прав. У меня был опыт и в кабаке я работал, и в кафе я работал тоже. И получается свадьба. Ну а как я пришел к своим песням, получается, когда я уже начал петь, на банкетах зарабатывать, для меня это стал уже некий этап становления. То есть получается, пути назад у меня уже не было, и я начал зарабатывать, и это все мне требовалось что-то новое. То есть появился какой-то финансовый подспорь? Да, я хотел в музыке найти не только дежурные песни, которые тебе неинтересно иногда петь, а как-то самовыразиться. Вот после чего появилась первая моя песня, вот назывательная «Уходишь ты». Мы ее написали с другом, и все получилось как. Я хотел написать песню. Он знал об этом, он догадывался, он тоже видел во мне потенциал. И получается так, что у него, он купил клавишу себе, пришли у него после расставания с бывшей своей девушкой, были такие трагичные какие-то моменты в душе. Ассоциации. Да, да, да. И вот этот случай сподвиг нас к написанию. Кстати, давай посмотрим кусочек из этой песни в рамках нашей передачи. Мы можем это сделать. «Уходишь ты». «Уходишь ты». Да, Евгений Латышев. Открой. А кровь в сердце, дверь и пульсом мой. Тебе в любви клянусь, я только твой. Мне нравится смотреть в твои глаза, В которых утонули облака. Я для тебя построю новый мир, Наполню теплотою каждый миг. Без рук твоих согреться не могу. Скажи, за что мне это? «Уходишь ты» Оставив только лунный свет, Ночами не встречать уже в твоем рассвет. Когда-нибудь поймешь, что не вернут назад Моих наивных глаз, Вернись, зачем все это? Песня сама по себе интересна. То есть это твое уже творчество. Не дежурные кабачные песни, А все-таки уже и плюс монстр. Монстр в клипе снялся нашей бельской эстрады. Не эстрада, а вообще рок-движение. Олег Лейбов. Да, прекрасный человек. Кстати, расскажи немножко о сотрудничестве. Потому что там Соляк, ты меня извини. Ну как получилось. Опять же нас познакомил Николай с Олегом. Потому что при прослушивании этой музыки Он посчитал нужным увидеть там соло-гитарную. Так как партия была немножко мелковатая. Скучновато. Надо было разукрасить саму аранжировку. Вот после того, как мы пришли к Олегу Лейбову. Я, конечно, полностью согласился с Николаем. Когда он взял в руки инструмент, Он прописал одним дублем Прекрасные вставки, Прекрасное соло, которое мне понравилось. И вот получается, что с этого момента Можно сказать, что ты начал заниматься Именно своим творчеством, А не только, так сказать, зарабатывать. Можно так сказать. Хорошо. А вот тоже хотел спросить, Все-таки выступления на больших сценах Они же отличаются от того, что, когда ты выступаешь, Ну, наверное, перед ограниченной аудиторией, Что ли, я бы так сказал. Конечно, они значительно отличаются. Ну и какие ощущения у тебя, Когда ты все-таки на день города выходишь, А перед тобой не люди, сидящие за столом, А все-таки до горизонта забиты людьми, Которые стоят и слушают тебя? Ощущения разные. Первые ощущения были, когда до песни Мы любим бельцы, Ну, может, не придем. Ну, да, да. До песни Мы любим бельцы, Получается, ситуация стандартная, Как бы, волнение, и все. Я вышел на сцену, И это волнение придерживалось до конца песни, До конца моего выступления. Я волновался. Но во втором случае, После песни Мы любим бельцы, Когда мы вышли с этой песней, С Олегом, Когда нас поздравили, Я начал петь. После того, как люди, слушатели, Начали петь со мной, Вся площадь, Да, они порталы просто перепевали. Ну, у нас вообще бельцы всегда отличались таким, Патриотизмом к родному краю, О том, что достаточно в песне указать слово бельцы, И обязательно все бельчане будут, Даже не бельчане, Многие иногородние. Да, это очень приятно. Все-таки, а где удобнее тебе выступать? На больших сценах все-таки? Или же, вот, В рамках корпоратива, Вот так говорить. Мне удобно выступать везде. Везде, где нужно. Ответ творческого человека. Везде, где люди. Везде, где люди. Не важно, гнеть, главное выступать. Вот ты самый подвел к этой песне, Мы любим бельцы. В моей истории тоже есть песня, Когда мы спереди про бельцы. Ну, сейчас она совсем скоро выйдет, Ножка в другом варианте. И тем не менее, Давай посмотрим клип на эту песню. Что-то лучше? Посмотрим кусочек. Кусочек, да. Уважаемые пассажиры, Мы двигаемся по маршруту Наш любимый город Бельцев. Ушли морозы и дожди, И все крутое впереди. Все люди весело встречают новый день. И тут откуда ни возьмись, Все птицы с юга принеслись, Свое тепло они оттуда донесли. Кругом большая суета, Работа, дом все как всегда, Машины мчатся по дорогам без конца. Пора бы в гости шла сходить, Родных и близких навестить, Поздравить город Бельцы, Здесь уже весна. Мы любим Бельцы, Мы любим вам, Мы любим центр, И северный вокзал, Восьмой, девятый квартал, Тещу уж так и быть, Автовокзал бы не забыть. Наш город везде он не спит, От ритме жизни высветит, Не веря кризису, Лишь веря в чудеса. Мы будем все его ценить, Печаль с улыбкой обходить, О нем заботиться, Добро лишь в нем творить. Съемки обалденные, Знаешь, Как получилось, Вы троллейбов что, Выкрали что ли, Или как? Да, ситуация довольно-таки Очень веселая. Я задам двойной такой вопрос, То есть расскажи про сам клип, И как родилась вообще идея Написать песню вот про Бельцы все-таки? История очень интересная, Очень интересная, Вот, В общем, Олег Друхман, Который занимается. Сухенко. Сухенко, конечно. Хорошо хочу сказать про Олега, Это вот самый первый клип в нашу группу, Нам снимал Олег, Честно говоря, Это был такой первый опыт, И можно сказать, От этого мы бы пошли дальше. Отличный парень, Отличный друг. В общем, Ты отличный парень, Ты отличный друг. В общем, Он предложил идею, Где-то кто-то ему сказал, Что проходит конкурс, Вот, Посвященный Дню города Бельцы, Насчет видеороликов, Это, по-моему, 2012 год, Если не сейчас. Не припомню, Не припомню. Или 13. Несколько лет назад Причем отголоски этой песни, Вот до сих пор люди мне говорят. 45 тысяч просмотров, Не каждый бельчанин Умеет столько просмотров В ютубе. И так, и так. Очень приятно. И, в общем, Он говорит, Жена, Есть такой вот, Есть конкурс проводится, Я хотел бы, Чтоб твоя песня Поучаствовала В этом конкурсе. Я говорю, У меня своей песни нет, Но я могу В ближайшие, Кратчайшие сроки Что-то придумать. Насчет песни Сопровождением музыкального. И я начал задаваться вопросом, Какую же музыку взять. Тогда на слуху У меня была песня Московская Трофимова. Многие люди говорят, Что мы украли просто Эту фонограмму. Но мы это не скрываем, Мы взяли, И также мы указали, Что это музыка Сергея Трофимова. Чаще всего в практике Не встречаются Такими вещами. И так получилось, Что я всегда откладывал ее На потом. На потом, На потом. Вот у нас был срок в неделю, И я постоянно откладывал Не то, Некогда. Завтра. Там потом. И это сподвигло к тому, Что, К примеру, Завтра у нас съемки, Все такое, Нужно представить песню, Показать Олегу, Чтобы понравилось ему, Не понравилось. Чтобы тоже возник Творческий такой процесс в голове. И я, получается, Накануне присел Вот за книжку И в течение Десяти минут Вот просто Изложил то, Что я чувствую, То, о чем я думаю. И вот я не знаю, В чем ее успех такой, Но, видимо, Просто в искренности. Потому что Очень людям понравилось, Очень много комментариев И реально душевные Очень слова Приезжают за границу, И им очень приятно Видеть. И на секундочку Оказывается... Ну, ты перечислил Практически, во-первых, Все районы города. И такие, наверное, Ощущения, которые возникают. Потому что все-таки Не будем кривить душу О том, что Бельце Все-таки город С таким своеобразным Менталитетом. И каждый нас Воспринимает по-разному. Кто-то говорит, Что мы до сих пор Остались бандитским городом. Но люди, которые уезжают Отсюда, все равно Говорок-то остается. Конечно. Поэтому Перечисление еще и районов Знакомых с детства Каждого. Это очень рисковый Случай оказался. Ну, ты знаешь, Вот многие поют о том, Что им нравится Питер, Им нравится Москва. И этих песен целая куча. И многие по всему бывшему Советскому Союзу Начиная от Ташкента Заканчивая Минском И Таллином Они поют песни Про Москву И про Петербург. А сразу, когда ты услышишь песню Мы любим Бельце. Сразу понятно, Что этот человек Откуда-то с севера Молдавии. Практически не столько песен Не написано. Только написано про Бельце. Хотя, в принципе, У нас Молдова Всегда отличалась тем, Что мы свои города Тоже как-то пытались Показать. Ну, что ж. Наша программа Подходит к концу. Какие планы на будущее? Чем ты нас еще будешь радовать? Буду стараться радовать Своих слушателей Любимых Песнями новыми. У меня просто очень много Песен в столе. Я считаю, что они еще Не дошли. То есть, творческий процесс Еще раз До того, чтобы их показать, да? Я еще не совсем готов Их представить. Они еще Мне не очень нравятся. То есть, можно сказать, Ты перфекционист. То есть, ты пока Не доведешь до Вот мне Тебе лично Что понравилось Я хочу, чтобы она мне нравилась Вот По душе она мне была Чтоб я чувствовал себя В этой песне Но тогда я буду представить Все-таки прошло то время Когда Я песни С таким энтузиазмом давал Я хочу сейчас больше Что-то в ней принести Не просто ее преподать А Что-то в ней Пусть будет одна Но такая Ну что ж Ну и по традиции нашей программы Маленький сувенир от нас Этот сингл Под названием Напиши Который мы выпустили Ну Достаточно давно Но Я думаю, что Он более у нас такой Не особо тяжелый Будет очень Приятно сети У тебя останется память О нашей сегодняшней беседе Спасибо большое С нами был Евгений Латышев Женя Латышев Кому как его больше нравится Тем не менее Ни одно, ни другое Никак тебя не обидит Это была программа Бункер Которая выходит На Бельском телевидении И которую мы снимаем На студии Морола Продакшн Конечно же В конце Маленький Сюрприз В виде видеоклипа С нашим сегодняшним гостем Ну а мы с вами прощаемся До скорых встреч Друзья Субтитры подогнал «Симон» Ее утро, как обычно, 22 часа Запрыгнуть в лабутены И успеть накраситься И, закрыв глаза, улыбается Она живет, как будто каждый вечер пятница Одной улыбкой разбивает сердце Но она просто любит засыпать И танцевать одна И, закрыв глаза, улыбается Все смотрят на нее И ей это нравится Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»